Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Одной из стран, которые смогли освоить массовые образцы вооружения и военной техники собственного производства, стала Италия. Над итальянцами принято потешаться с точки зрения оснащения их армии, но по некоторым направлениям шутникам лучше бы помолчать. Особенно что касается автомобилестроения. Еще в годы Первой мировой войны Италия отличилась на ниве военных автомобилей. Какую машину первый выпускал ОМО и какое шасси было у броневика Фиаты Жорский? И это, мягко говоря, не единственный пример. Основу автопарка польской армии составляли грузовики Фиат-621, польского производства, а также легковые машины семейства Фиат-508, также собиравшиеся в Польше. Итальянские тягачи закупали в Венгры, ими интересовались в ряде других стран. Одним словом, с автомобилестроением у Италии дела обстояли очень даже неплохо. Касалось это и чисто военных машин. По ряду причин их поступало меньше, чем требовалось, но в первую половину 30-х то же самое можно было сказать про большинство армий мира. Итальянское автомобилестроение военного периода не столь известно, как немецкое или американское. Причина в том, что использовалась эта техника на второстепенных театрах военных действий. Да и на фоне общей ситуации с вооружением итальянской армии, успехи автомобилестроителей как-то терялись. Вместе с тем, по автомобилям у итальянцев ситуация выглядела как минимум не хуже французов. А уж если учитывать далеко не самую крупную экономику Италии, так и вовсе дела очень даже неплохие. Итальянская промышленность выпускала вполне удачные автомобили. Прежде всего это касалось грузовиков. Имели среди них и дизельные, и полноприводные машины. Особенно итальянцам удались колесные тягачи. Вместо гусеничных тягачей для средней и тяжелой артиллерии были разработаны колесные машины, обладавшие полным приводом. Не менее важно, что они оказались массовыми. Особенно на фоне все тех же французов. Еще в 30-е годы итальянская армия задумалась о специализированных автомобилях для использования в условиях пустыни. Первой такой машиной стал легкий грузовик повышенной проходимости ФИАТ-612, более известный как СПА, ФИАТ-СПА. Далее последовала полноприводная многоцелевая машина ФИАТ-СПА АС-37 Автокарро Сахариано. Созданная на базе полноприводного артиллерийского тягача ФИАТ-СПА ТЛ-37, машина хорошо подходила под подставленные задачи. В 41-м году появилась новая задача, использованная как специальной патрульной рейдовой машиной. В результате на свет появилась Автокарро Сахариано 37, специальная версия, известная также как Каммёната Дезертика. Показала она себя неплохо, но все же для поставленных задач скорости было маловато. По этой причине 2 июня 42-го года появилась идея улучшенной версии машины, более подвижной и с круговым сектором обстрела. Более известна она как АС-43. Правда, эта машина до пустыни так и не доехала. Концепция, по которой создавалась АС-37, вполне устраивала. По ней же создавалась и АС-42 Сахариано. По большому счету, было необходимо совместить шасси по типу АС-37 и функциональные возможности АС-42. Это подразумевало более высокую скорость передвижения, как минимум среднюю скорость по пустыне в 50 км в час, а также круговой сектор обстрела главного калибра. Шасси подразумевалось от АС-37, но при этом мотор форсировался, а грузоподъемность достигала полутора тонн. Работы по новой машине шли силами СПА совместно с кузовным ателье Виберти. Обе фирмы располагались в Турине, так что все вопросы решались оперативно. Уже осенью 1942 года был готов первый образец улучшенной каменотой дезертика АС-37. Колесная база осталась той же, а длина стала даже меньше. При этом масса пустой машины снизилась до полутора тысяч килограмм. Впрочем, боевая масса оказалась куда больше, в пять тысяч килограмм. Она включала в себя и вооружение в кузове. Кузов создавался в Виберти по опыту разработки АС-42 Сахариана. Естественно, такой же кузов, как на АС-42, получить было невозможно, поскольку шасси оказались принципиально разными. Но это не помешало использовать аналогичный подход к проектированию. Аналогично АС-37 передний пассажир получал вертлюг для станкового пулемета Бреда-37. В кузове по его центру разместили универсальную тумбу, куда могли устанавливать тот же набор вооружения, что и на АС-42 Сахариана. В зависимости от задач ставилась либо 20-мм зенитная автоматическая пушка Бреда-35, либо 47-мм противотанковая пушка Канонная ДА-47-32 модели 35, либо 20-мм противотанковое ружье Салатурн С-18-100. Пониженный кузов обеспечивал круговой сектор обстрела. При стрельбе лобовое стекло откидывалось. По сравнению с аутокара Сахариана-37 кузов сделали упрощенным. Крылья стали угловатыми, а в его конструкции массово применялось дерево. Сохранили и крепление канистр по бокам. Благодаря им запас хода возрастал с 759 км до 1120. По итогам испытаний опытного образца машину приняли на вооружение, как Камената Дезертика АС-43. Случилось это 4 января 43-го года. Впрочем, еще в 42-м году было понятно, что машина получилась. За счет более мощного мотора максимальная скорость выросла до 68,5 км в час, а средняя скорость до 50 км в час. Шасси у АС-43 получалось сложнее и дороже. Еще не дожидаясь официального принятия машин на вооружение, итальянское командование заказало 180 таких машин. Причина прозаична. Ситуация в Северной Африке стала не просто плохой, а катастрофической. Новые патрульные машины требовались как воздух. АС-42 и АС-37 уже доказали свою эффективность. Теперь качество требовалось перевести в количество. Главная проблема заключалась в том, что на организацию выпуска АС-43 требовалось время. Кроме того, машину несколько доработали. Вместо большого ветрового стекла оставили маленький ветровой щиток для водителя. Переделали боковые ящики. Внесли небольшие изменения по кузову. Также фирма Виберти предусмотрела и вопрос защиты от непогоды. Для машины разработали тент и дуги, благодаря которым имелась возможность полностью укрыть ее от осадков или пыли. В условиях пылевой бури совсем не лишняя вещь. Вот только драгоценное время ушло. Первая из АС-43 была сдана 11 июня 1943 года. К тому моменту итало-немецкая группировка в Северной Африке уже сдалась. А к началу сентября 1943 года заводы сдали 63 машины АС-43. В сложившихся условиях машине срочно пришлось искать новое применение. По итогам из трех типов вооружения осталось два. Зенитная 20-мм автоматическая пушка Бреда-35 и 47-мм противотанковая пушка. Вооруженные зенитными пушками машины с июня 1943 года стали сводить в батареи зенитных внедорожных машин. За июнь-август 1943 года сформировали три такие зенитные батареи, которые придавались подразделениям береговой обороны. В первой батарее имелось восемь машин, во второй и третьей по семь. АС-43 вооруженные 47-мм противотанковыми пушками предполагалось оснащать подразделения, задачей которых являлась борьба с десантными средствами противника. Но это все на бумаге. По факту АС-43 вообще никак себя не проявили в ходе высадки союзников в Италии. История АС-43 здорово напоминала то, что случилось с другими итальянскими образцами военной техники, которые не успели в Северную Африку. В сентябре 1943 года машины попали в руки немцев. Те быстро сориентировались, начав перевооружение трофеев на собственные системы. В кузове разместилась 20-мм зенитная автоматическая пушка 2 см ЛАГ-30. Она требовала немного больше места, чем Бреда 35, но в целом вполне поместилась. По иронии судьбы, подавляющее большинство АС-43, встречающихся на фотографиях, оснащены именно немецкими зенитками, а итальянским вооружением их почти и не встречается. Помимо самих машин в руках немцев оказалось и производство АС-43. Никто его останавливать и не собирался. Так что АС-43 продолжали производить параллельно с АС-42. Больше того, Виберти разработала специальный вариант АС-43 по 20-мм ФЛАГ-38. В 1944 году более высоким приоритетом стало производство бронированных вариантов машины. Италия – это совсем не Северная Африка. Броня тут понадобилась очень быстро. Тем не менее, понемногу выпускалась и базовая версия машины. Больше того, выпуск АС-43 продолжился и после окончания войны. Последний образец сдали 9 января 1946 года. Всего изготовили 166 или 169. Сами итальянцы в данном вопросе не единодушны. Судьба АС-43 оказалась вполне рядовой для итальянской военной техники. С одной стороны получилась выдающаяся машина, аналогов которой у противника не имелось. Можно, конечно, вспомнить GMC-M6, но американский самоход по ряду параметров однозначно уступал. После окончания Второй мировой войны выжившие АС-43 оказались в подразделениях итальянской полиции. Служили они тут наравне с АС-42, да и судьба оказалась такой же. Увы, до наших дней ни одной машины не сохранилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok